То, что все уже посмотрели, откуда в нашей реальности, откуда в моей реальности и в реальности моих глюков. Здравствуйте, глюки, я вас очень люблю, вы же у меня самостоятельные глюки. Вы, мои глюки, для меня отпущены на волю вольную, как и я сам, ваш глюк отпущен вами на волю вольную. За счет этого вы имеете возможность иметь меня неожиданного, а я имею возможность иметь вас самостоятельным, то бишь тоже неожиданным. То есть, соответственно, у нас возникает интерес такой друг к другу в том, что мы как бы друг друга вроде и не знаем, являясь вроде одним целым, все понятно, но при этом я не знаю, что ты думаешь. Ну, я могу знать, но я как бы играю в то, что я как будто бы не знаю, мне так интереснее. Тогда у меня есть возможность играть в ты, в ты-я, понимаешь, в это бесконечное ты-я. Это классно, кстати, что я может так многозначительно размножиться на бесконечное я. Вообще никаких проблем с этим же нет, по сути. Просто засыпаешь, и тебе снится, что у тебя миллион или миллиард, или бесконечный ярд, и вот ты в этом бесконечном и живешь. А в какая суть бесконечности? Вот куда вот ты живешь из вечности? Вот какая миссия у того, что живет вечности? Вот надо же, мы же до чего добираемся в своей особенности, в понимании, в чем мы ищем? Мы ищем состояние логического существования, в котором мы можем проводить как можно дольше времени, в удовольствие, ну, в комфорте, как минимум, в кайфе, для того, чтобы у нас как позади, так и впереди вечность. И нам, ребята, в ней быть, жить. Поэтому что мы делаем? Мы забываемся максимально, и в какой-то из версий, проживая все какие-то кошмары, зачем-то эти ужасы и так далее, осознаемся. И наша задача себя в этой вечности как бы обнаружить, найти, обрадоваться тому, что мы имеем, чем являемся в этой вечности, и эту вечность с этого момента уже жить по правилам из вечности, а не как бы из тех хотелок, которые жило это тело. Вот. Это как, по сути, вот такая вечная игра, вот аллегория фильма, платформа, где мы каждый раз не запоминаем, куда, откуда приходим и куда приходим, на какой этаж попадаем, где какая еда, то есть где ерунда, где полный, там, ликвид и так далее, где-то ты доктор, а где-то айболит. И вот так вот, переезжая с подвала в подвал или на чердак, мы мало-помалу, у нас съезжает, собственно, чердак от всего этого, что свисало немало. Вот. Поэтому задача всегда найти себя и как можно дольше продержаться в этом обнаруженном состоянии, где ты вечное все, но имеешь тело, дело, вспотело, улетело, прилетело, и вот в этом всем как бы живешь, пока не умрешь, пока морально не умрешь, пока не надоест тебе жить этот бесконечный свой миллиард лет, потому что тебе умирать уже не обязательно, куда тебе умирать уже все. Тем более, это всегда всего лишь концепция всего. Тебе до материи ты никогда не добраться. Материя, это по факту даже, ей не откуда взяться, ей не откуда взяться, потому что она нонсенс с точки зрения реальности, которой реальностью является что? По факту природа Бога, какова в природе, кого мы все созданы, как говорится. Ну, какая природа Бога все знают? Природа Бога, это идея, мысль, я есмь, да, то есть это основание себя, сознание. Соответственно, лишь оно в вечности, вечно может быть, и все, что оно чем может быть, это может быть подобием по подобию, то есть мыслеформа, мыслеформы. И в ней неоткуда завестись материи как таковой, потому что она с точки зрения вот этой мысленной концепции, она всегда будет лишь концепцией, то есть как бы это осознавание в каком-то типа материальном теле, но тела как такового нет материального, потому что вечности любая материя растворяется, это же понятно. Поэтому это осознавание себя, оно всегда первичное, это же я лично, это лично, это лично со мной сейчас. И это понимая, я уже не жду трамвая, я просто начинаю лепить из этой всей понедели, катаваси и любую раскваси такую я захочу. И всем об этом хохочу, потому что это же коллективная игра и задача. Мы же все во сне главного папы, которого лучше не будить, потому что когда папа спит, папа не вздит, папе лучше спать, папе лучше некуда вставать. Поэтому давайте для папы только веселые сны проживать и не умевать вашу мать и нашу мать, уважать и любить друг друга, как самое себя. Вот такие вот дела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!